здравствуйте гости друзья подписчики моего канала я вас приветствую и данном видео пойдет речь о такой видеокарте как rtx 2060 для тех кто думает какую видеокарту купить какая лучше среди тех что nvidia выпустила 1660 и 2060 и я вам скажу однозначно 1660 уступает производительности и по мощности 2060 это видно не только технических характеристиках но и видео тестов которые пользователи выкладывают в интернете покупал я данную видеокарту в компьютер универсия и она стоит 26000 в то время как у нас дэнессе она стоит 34000 рублей цена немного упала в связи с тем что выходит новый видеоадаптер они более дешевые и цена все-таки снижается плюс у нас доллар немножко стабилизировался в процессе установки данной видеокарты у меня возникли некоторые проблемы а именно это с несовместимостью моей операционной системы windows и видео драйвера который я хочу установить nvidia драйвера не хотели ставится совершенно ни в какую об этом я расскажу дальше видео а сейчас мы перенесемся к распаковке комплектации поставляемой именно asus что они нам положили с такой видеокарты так скажем бюджетного сегмента 2060 вот такой кейс внутри получается заводской упаковки открывая его нас встречает маленький конверт в этом конверте нас встретит также листок с документацией о том как использовать данную видеокарту как ее правильно установить если вы конечно же новичок вы можете ее почитать также вы можете вставить куда-нибудь этот диск если у вас все еще есть дисковод обычные нормальные люди уже не пользуются дисководами и они как бы и не нужны откинем это в сторонку так как это не нужно снимем кусок поролона и здесь нас встречает наша видеокарта комплекте поставки еще два ремешочка для кабель менеджмента зачем они их положили сюда я не понимаю что вы будете скручивать возможно кабели питания подводящиеся к видеокарте но это навряд ли шелестящий пакетик для кота данный пакет служит чтобы не образовывалось статическое напряжение на поверхностях видеокарты защищает ее так сказать от короткого замыкания статическим напряжением видеокарта имеет подсветку как снизу так и сбоку подсветка настраиваемая и синхронизируется с asus аура сбоку у нас выходы 2 hdmi 2 дисплей порта с другой стороны у нас два входа на питание это 6 пины 8 пин логотип сверху републиков gamers также подсвечен светодиодом на сравнению с моей старой видеокарта gtx 970 от гигабайта extreme gaming она выглядит как-то вот так при подключении к слоту писи экспресс на загорается сразу же два красных светодиода означают они то что он мы не подключили питание к видеокарте после подключения питания к видеокарте светодиод меняется на белый цвет и вот откуда у меня начались проблемы при первом запуске компьютера все вроде бы хорошо видеокарта запустилась идет пульсирующая подсветка но при попытке установить по новой драйвера выдает то что либо данная операционная система несовместима с графическим драйвером либо не удалось обнаружить совместимый графический драйвер и решается это все только переустановкой windows но и опять же не просто так переустановка windows а именно замена windows на билд более новый то есть билд 16 года не будет работать с данным решением видеодрайвера так как rtx тюринг поддерживается windows только начиная с билда 1709 так как у меня стоял 16 года 1607 у меня видеокарта сразу и не завелась поэтому если кто сталкивается такой проблемой сразу же качайте новый образ windows и переустанавливать так как с 1607 уже нельзя обновить windows просто как бы апгрейдить также я записал короткое видео просто сравнение 970 серии и 2060 разница фпс на одном и том же процессоре но с разной оперативной памятью на 970 оперативная память была 1600 мегагерц на 2060 я воткнул две планки по 8 гигабайт на 2400 мегагерц а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... На видеокарте RTX 2060, на авто ультра настройках, они не полностью выключены на максимум, отличный FPS дает. И хотелось бы сказать, что если у вас падает выбор либо 1660, либо 2060, берите 2060, потому что не пожалеете, у вас будет прирост большой, даже огромный в производительности. Этой видеокарты в Full HD очень даже чем достаточно. Данной видеокарты вам хватит не только для Full HD, но и в QHD поиграть. Также и 4К запустить. Возможно не на ультра настройках, но хотя вы где-то на средних, у вас будет 60 FPS. Поэтому данная видеокарта стоит своих денег. Я присматривался к видеокарте 1070 Ti, но так как вышло 2060, она превзошла моих ожиданий. Она показала производительность равной либо чуть больше даже чем 1070 Ti и вполне годная для применения. Даже если у вас лежит выбор между 1660, 1660 Ti, либо 2060, даже бог с ним, что вам не нужны лучи, это трассировка лучей. Она и так жрет производительность, но самое главное то, что 2060 даже с лучами, либо без, обходит видеокарту 1660 и 1660 Ti. Я не несу рекламы у себя в видео, не рекламирую конкретную там Gigabyte MSI, либо Asus. Я просто захотел, я купил себе Asus. Вы захотели, купили себе Polit. Неважно, то есть это сугубо каждого личное решение выбора. То есть рынок видеокарта очень большой и вы имеете право выбрать что-либо на этом рынке. Я выбрал Asus и вполне она мои ожидания оправдывает, тем более поверхность радиатора на видеокарте никелированы и со временем, когда выйдет гарантия, наверное, на этой видеокарте, я смогу спокойной душой заменить термопасту на жидкий металл. Спасибо, что посмотрели данный ролик. Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять комментарии, какие видеоигры вы хотите посмотреть в производительности данной видеокарты. Ставьте лайк, побольше вам FPS в играх. И удачи, пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...